я сразу включаю так всем всем привет привет очень рада всех видеть сегодня прямой эфир так я буду в прямом эфире и заодно снимать эту штуку так ложен дорадус в мисочку добавляем соли Виктория ты сама дома? шо за допрос? не я сама, сама собака так солим ой елки-палки бляха-муха я сегодня рыбоед привет всем так надо добавить еще еще раз икраса иксус я все остатки добавляю? не знаю так все рыба пускает минуту побудет так и можно можно так рыба добавляем уксуса и берем нож и делаем вот такие штучки вилки-канебала 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 я здесь с вами включаем духовку на разы вилки-канебала я буду с вами и писать волосы не мешают готовить так сегодня аж ходила покупала линзы но сегодня у меня на сутки одни и завтра еще на одни а завтра уже вечером мне закажут другие которые на месяц только я вот думаю синие или прямо голубые так разрезаем рыбочку так попал блин я что-то так рыбу люблю это вполне вкусно следующее развлечение не очень дорогое всего 100 танцев давайте я не знаю какие-то вопросы потому что я не люблю вы заходите и молчите у меня никакой песни тогда я выхожу с прямого эфира лучше с него вот куда видосик там с рыбой я сейчас все добавлю начинать короче ладно уже буду встречаю орешку и готовить то не хочу у меня сейчас будут какую-то киздопротив и пускай я готовить я просто добавляю чтобы на всякий случай убрать всякую фирму а я мочек все это будет будет не волнуть и не будет так она хавает этот дорогой корм который стоит хер знает сколько сухой кого мокрая жопа кого и глаза заплакан первый раз ушла на больше чем на часа полтора все прихожу все засрана застана заплакана у меня тоже шпиц подберей хороший король все будет хорошо пока не будет мучиться там уже пробовали все почти ты и мокрый сухой и давали красную рыбу не знаю просто честно у меня по поводу собаки немножко в доме неполадок потому что у меня был шпиц чивас и вы помните и я кормила его всем он мне нормально сразу просто кто мне не разрешает нормально кормить меня это бес эту сусу рыба жесткая будет красивый заводчик а там почему тут понимаете как купилась собак у меня был очень тяжелый период у меня у меня была морально психологический средств после в инстаграме он мне показывала и я постоянно сидела дома ни с кем не общалась еще карпаты очень спою дали мне нужно было с кем-то это если собаку увидела я поехала забирать вообще эти по другую собаку оказалось к моему не уже было 24 с половиной месяца и мы ее короче выбрали типа это на уже все кушала в доме ну я вообще против этих кормов я против укола я против это все херни меня это выдраканивает я уже не раз скандал был в доме я просто за то чтобы она ела и рыбку ела да все ела для меня ну типа я не могу понять охуя вообще собаку подсаживать на эти кормы у меня кошка так сдохла ну я вообще этого не понимаю иногда есть умные люди которые думают что они сегодня понравилось на йоге ну конечно тот раз когда я ходила на клипатура было четыре дня сегодня уже было это не та порода это не дворняга чтобы то еще что у меня тема собаки очень сильно без когда наживала все вот уж я и давала на не срала начала есть этот корм и все обсирать надо этого жила у парня он ее не хотела давать и она хавала все в подряд и ничего жива сдавила а сейчас бля как это так ладно разбираемся с рыбой так что она чуть отстояла сливаем воду промываем рыбочку берем вот такую сетку так промываем рыбку и выложим ее вот так вот леночка привет уже весна ты худеешь духовку это не за рано включила может пока выключим завернуть двором хоть и хоть каким-то терюмом моя собака чем хочу там тебя кормлю не волнуйтесь леночка привет уже весна да я сегодня пошла два часа сегодня на дороге пробегала 6 или 7 километров потом на велотреннижера 5 потом на другом велотреннижере 6 и потом еще в конце перед йогой тоже 6 а потом всякие приседания всякие штуки блин у меня это короче сегодня мега мой день прощунов лена ты замуж саля просто встречаешься просто встречаешься замуж если я выйду то не скоро девчата пока что это первое мое отношение первая ситуация когда я живу с парнем и для меня очень тяжело на моральном уровне вот это все какие-то запреты какие-то высказывания какие-то непонятные я очень человек свободолюбивый мне сейчас очень тяжело бороться с самой собой потому что я привыкла я привыкла делать что хочу я привыкла ходить куда я хочу ездить куда я хочу и отношения мне конечно из-за этого очень сильно тяжело дают натираю вот так руку ну ничего когда-то надо пробовать потому что всю жизнь я одна не буду что на лбу на лбу мазь потому что сегодня решила сама себе чистку лица чтобы не высыпала прыщами сексом уже нужно заниматься не люблю секс простите девочки у меня с этим проблемы ненавижу секс очень плохое у меня на двадцатилетие когда решилась девственности плохие воспоминания у меня что морально очень тяжело может не встретил этого человека а может это действительно у меня такое родовое что не люблю секс будут все посечки гулять у тебя если видишь на такое хорошее чувство юмора приветики я рыбку мариную видишь он виталика не знаю виталик он у нас спокойный сдержанный мужчина поэтому а я распизгай который вечно хочу веселиться гулять и сходить так что ты занимаешься сексом давайте обсудим эту тему вот тут прям прям в эфире прям всю жизнь стала пообсуждать вот так кейк мы уже забацали рыбку бывает такое знаете так перчим солим туда лимончик и все идейно выходит вот такая штука подаляем варим рис все изнасилования было почему такой печальный опыт ну так вы дополняете друг друга 8 лет разница возможно я дополняю возможно и нет потому что он такое изнасилование это не для инстаграма возможно психологически она мне это и далось привет привет что раз в жизни нужно прожить таким одиноким чтобы понять как ты дорожишь тем что осталась там так так кстати для плова сразу добавляем что ты не содержанка заметно у тебя не чувств к этому мужчину 80% было и доходило до этого ну кстати да но это публично я не хочу поднимать что готовишь что готовишь до рано готовлю с рисом и овощами ты как обычно покушать и без картошки уснуть не можешь я сегодня рис солосяный не картошки так что не надо я сегодня ппш я вижу что не чувствую Ленки к нему чём все так как парень лучше любит вот так берем это тонкая маленькая рыба вот так делаем ,, а содержанка это cue на дарят квартиры, машины, я вам так скажу. Что за бред? Писать содержанка. Мне интересно, когда девушка встречается с парнем и живет, и он там дает ей на лишние расходы, на маникюр, на что-то, на какие-то там, кофточку, и покупает еду, то это содержанка? Блядь, ты хоть прочитать без ошибок можешь? Блядь, иди нахуй с моего эфира. Вообще-то, я первый день в линзах, и у меня они сейчас очень тяжело, глаза болят. Понятно тебе? Женя, у тебя было больше чувства? Я к нам била. Ай, да, возможно. Ну, это было такое. Я очень тяжело отходила, и меня это очень сильно по мне ударило. Просто Ленка козерог. У меня муж козерог такой же. Привет, красотка. Очень красотка сегодня. с теми прыщунами, как этот. Да, сейчас. Так, все. Я очень человек, который помешанно, спец. Не знаю, кто меня поймет или не поймет, но я очень люблю спец. А еще, девчата, я смотрела холостяка, русского. С тем этим мне очень дошел, и наш украинский дошел. Так, а помнишь парня с Одессы, собака, руси, общаетесь с ним? Не, мы тогда в Одессе как-то стали общаться. Какой-то пьяный? Что такое, молча ли? Чуть-чуть. Ты что, за рулем я хватил? За рулем я хватил? За рулем я хватил? Не пизды. Нет, нет, нет. Я в такси. Ну, в такси. А машина на работе осталась? Да. О, фух, точно думал, что на это. Соскожек с ним. Да ты что, молодец? Ну, только вообще. Да, вообще-то общаюсь до развития. Зачем столько песен? Ой, бля. Бум-бум-бум. Виталик любит вывести. Да, в семье у нас, аж Виталик. Нет, Виталик был корпоратив у начальника день рождения. Он вообще не пьет. Он может выпить и раз в неделю или вообще не пьет. Арпадий. И тет только зашел, уже в этаж, где не пьет. Нормально. Мне кажется, украинский холостяк лучше, чем русский, потому что русский это шоу чисто. Ай, не, не кидала. Ну да, кстати, у меня на украинских холостях немножко больше зашел, чем русский. Сейчас я вам расскажу, зачем вообще стоило лететь сюда на этот таборуги, чтобы совершить путешествие по времени. Так что, да я люблю специи, типа я же добавила, что нижняя рыбка и все. Так, ну все. Тин-дин-дин-дин. Как похололило. В украинском тоже. Да не, что типа. Так, все, замариновала рыбку. А тут попробуем. Все, рыс варится, это готовится. Почему я хочу попробовать снова пойти на Дым-2? Ну, мне кажется, это прожитый этап жизни, который был. Я всегда сегодня достала свой блокнот, где я 17 лет пишу то, о чем мечтаю. И на самом деле, Дым-2 у меня была мечта всегда побыть на реалити, но выходило так, что я не хотела на украинском, потому что здесь много знакомых было. И поэтому я как-то попала на реалити. Прожитый этап времени, ну, в прошлом. Он мне дал много чего понять, много чего. Детские травмы отпустить. Разобраться в том, что люди злые, и ради рейти голубава будут делать сейчас. Потому что хвосяк в Роицке это больше муж моей девочки, которая мне брови делала. И знаю я его лично, он не такой, как на нем видел. Чисто шоу. Красивые шортики, Ленчик. Это для тверка. Да это я купила в этом. Я часто в Ашане я захожу там, где детские одел. Покупаю всякие эти пижамки, они дешевые. Поэтому как-то так. Ты в зале разобралась со всеми тренажерами. Ой, честно, мне так тяжело было. Я просто уже психономила и пошла заниматься на мате, как я занималась дома. И все. Такое, я не могу вообще. Какие-то такие деловые. У нас тут на ЖК какие-то все такие. Тел. Мне пахнет. Спицы в коробке из подобной. Вкусные. Ну да, мы ждут. А если... Вот все замечаете. Все прям капец как. Так, все, что мы покупаем? Я вот это, знаете, что замечаю? Я ненавижу, когда... Типа, когда ты, знаешь, как есть, приготовить, похалывать, а потом какой-то рач стоит. У меня, короче, есть. Я терпедант. И сегодня девчата, тренер на Юле сказал, тоже, у тебя столько энергии. Я, короче, на Юле не могла ничего делать, потому что я постоянно неспокойная была. И он сказал, что у меня очень много голове мыслей, что мне надо разобраться в себе и все дела. А еще... А еще сказал, что у меня много энергии, что мне надо направить нужное рост, чтобы все хорошо. Так, а когда выпуск богиня шопинга? Я не знаю. Мне так нравится твоя простота искресена, когда на массажик повранили. А, подождите. Да, по поводу тренера надо записаться на одно занятие. Ты же когда-то хотел в зала. Мне очень тяжело мне начинать мышечную массу расти, и я все равно буду с ним очень жесткая. Мне просто надо поддерживать прессы. Сейчас жена Наташа финалистка. Они ждут ребенка, что русского. А что такая Даша? Вот эта брюнетка, которая первое свидание была. Я просто ванга. Я сразу же, когда я увидела, которая зайчиком была, или это Юля. Мне, кстати, понравилась Юля зайчик. Она была 7 бот. Искресно, когда массаж планируем, вошел тебе за массаж? Богиня шопинга. Я ж тогда срезалась, я же летела на Бородина против Бузова, я же не пошла на богиню шопинга. На русском пиар. Блин, я ж помните, кто за мной давно я ж подавала заявку на холостяка, прям, мне, я прям подавала ТНТ, прям, ну, Прокудину, который, я был номер, когда она даже два из тела захотела, когда мы все пили на сэшел. Я ж тогда сара, было, что да, Даша с холостяка, Прокудин, карманов, можно все, потом же вот уже я клип снимаю, сирок. И я подавала на заявку, но они с дома два не захотели бы. Ну да, там все такие расфуфыренные, конкретно. Просто в Москве другая жизнь, другие деньги. Там для мужика на первом свидании купить Оликс за 4 тысячи баксов, Я просто видела, ну, это отношение, я видела, как там относятся, или сиськи сделать, или, ну, там вообще другая жизнь. Я вам отвечаю, ну, просто, я вам не могу это объяснить, ну, тех, кто там, типа, телочки, которые выходят куда-то, то там, ну, по-другому, чем в Украине. Лена, у каждой семьи бывают запреты, если любишь, надо принять и понять звук. Ну, честно, я думала, что Тимати будут просто нереальные девочки, ну, блин, они плохие, может, у него, может, ну, мне они тоже, мне кажется, что Тимати просто под себя выбирал, поэтому, как-то так не шла. Ну, крайне, мне больше понравилось, мне понравилась эта зайка, Дашка, ой, Дашка, как ее там зовут, мне понравилось. Покажи мне только Дашку. Ты, вроде, они там не... Мария выбирает дыхать Тимати на Мальдиво, смысла смотреть нету. Мария, Вейбар, это кто? Вы затолбали, я тут, короче, жду каждый выпуск, мне уже сказали все, кто выиграет, и все. Это типа, блин, как выиграть, как и сто, я начала смотреть, и мне сказали, что это сдохнет. Орлик стоит больше, чем 4 тысячи долларов. Ну, если поделка стоит полторы тысячи баксов, то, конечно, она реально стоит 4,5 и 10. Красивая кухня. Бля, я не помню, кто такая Мария Вейртон. Напомните мне, как она выглядит. Как ты, надеюсь, еще не зашла в аптеку, хорошо ездить после прокраснения. А у меня, бля, ни хера, рыбца величина. Я уже так хочу перед часом поесть, я сегодня так держалась, так хотела какие-то тренировки поминить есть, но я сказала, что я дойду, приготовлю себе рис, и все, я буду счастливой жизни. Но я с собой, кстати, моргую, что я свою лень переборола, что в зале с Питерсием занималась, затем занималась на йоге, потом, и такая ржа, как и Балинга была, тусовалась в полотенце, и в туртелях. Балый. Анна. Да, у нее сиси красивые такие, она сама неплохая. Боже, Анна, у вас проблемы с головой? Я не могу понять. Или что? Или я вам должна все оттуда рассказывать? Может, вам сказать еще, Анна, что у меня живот болит, и, наверное, 17 число у меня будут месячные, вот, я надел. Или что вам еще сказать, Анна? Не смешите меня. Боже, сегодня поняла, взяли, с этими проводками, я кровь была. Я такие ножницы, как я, блядь, целую. Я бы прыгнула, целую, не ехала. Она была. Короче, так что, собаке надо просто подобрать правильное питание, она не будет. все корма перепробовали. Единственная квартира ее парня, да. Единственная холостяк, Никита Добрыни, Даша женился, скоро у них будет ребенок, это я понимаю, че он нашел. Ну да, стать по поводу Добрынина, да, мне тоже как-то. Звук как болотик. Что у вас будет? Что у вас будет? Тоже плохо слышно. Так, слышно? Раз, два, три. Томат, что-то закрыт динамик. Девчата, тварь. Кто жопу обосрал? Элла, ты? Теперь я не в теме. Какой Добрынин? Тот, который сейчас ведущий в Тимоти. Который ведущий в Тимоти, вот этот Добрынин, он был холостяк, и он расписался. Потом я, кстати, за Дашу болела всегда. И, короче... Ого! Все? Оно? Ой, аж пахнет рукой. Лена, вы вот мне дайте. Что-то майонезико. Так, звука вообще теперь нет. Да, господи! Короче, скажите мне, что у меня посмотреть? Хочу... Хочу сейчас под... Рисик с рыбкой что-то посмотреть, и усну. Так что ты там делаешь? Готовлю рис с рыбой. Вот что я делаю. Уставшая, потому что сегодня столько прохерачила в зале. И с ним все нам что-то спать. А? Я поднабрала. Еще не свесилась 55,5. Вот мой вес. Посмотри. Это уже я была на премьере аферистки. Блин, как его красноту и добра. Так, что еще посмотреть? Ты замечательный человек. А, спасибо. Очень приятно. Я сегодня так не ржалась. Я была на йоге, там было 10 женщин, им лет по 50, по 40. Бля, они такие смешные. Сощущая Джекой. Нету вина. Я держусь. На самом деле, я себе сказала, что я буду пить только раз в неделю. Ну, два типа хочу пива выделять один день. А один день типа пить. Тверк в ее глазах. Блин, мне нельзя сериала. Я потом, мне начинают кукушку сносить и я просто-напросто подсаживаюсь на сериалы, я дурная и все. Не замалвил, как седала. Не понимаю. Какой пост? В каком плане, какой пост? Сериал бывший. Девчата, мне нельзя сериалы, я же объясняю, что я потом могу двое суток, трое не спать и все. Куда? Такие сериалы. Я бы фильмец какой-нибудь бы. Что? Я же говорила, надо, Егеночка, рюкзак брать с собой ручную кладь. А вот сейчас ты отправляешься его ждать. А когда прилетишь в Северную 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 Северную? Эмма как-то очень много воды. Мне кажется, здесь такое идеально просто. Ты смотрела, любовь не знает границ. Это 8-7-5 часов. Покажи Эмма. Эмма. Смотрите. Эмма. Вот, кстати. Смотрите, это мой тапок, чтобы вы понимали. А это Эмма. То есть, все так думают, что она большая, а она вообще 36-го размера, как моя нога. Только она плакала, потому что никого дома не было. Надо ей глазки сейчас сутывая. Спасибо. Сестра Ретчер. Это что? Сестра Ретчер. Сестра Ретчер? Сейчас посмотрим. Хочу хороший индийский ресторак, что это такое? Индийский отель и такую огромную индийскую махиндру, чтобы туда доехать. Что сестра Ретчер? А, так это сериал. Что это еще не имеет? Это может быть звучит смешно. Махиндра. Но здесь такие машины делают уже 70 лет, а так и сестра Крутой. Ретчер. Мазь от перчей. Да. Да я сегодня взяла ногтями, блин. Взяла себе, разодрала все лицо. Полностью. Дурно. Посмотрела здесь эти серии. Так он крутой или такой себе? Русский. Сейчас. Могу я спросить, почему вы направляетесь к Люсей? Это кажется довольно личным вопросом. О, что-то я не рисую. Я не хотел, чтобы вы чувствовали себя не ломко. Что вы мне такое пишете? Давайте. Что-то подлечило. У вас грязные ногти. А ну-ка, сейчас. Посмотрим. Лома-ломунский. Темные воды. Ой, это ужас. Я не буду смотреть. Смотрела. Темные воды. Это жизни на стерах. О, я вот нашла какой-то невесты с заправки. Не видели вот это невесты с заправки? О, я знаю, что я посмотрю. Я так люблю. Ни за что не сдамся. Вот это, кстати, тоже классно. Вот это смотрели? Минюник памяти. Я, кстати, все русские сериалы пересмотрела. Смотрели. Не знаю. Да. Короче, сейчас посмотрю этот темные воды. Не, темные воды, мне кажется, это он какой-то грустный. Это что-то позитивное. Смотри, вообще не люблю негатив, честно сказать, что я не в памяти. А что такое знакомое 2004-ое? Элли приехала из города, они познакомились на ярмарке. О, это такой старый фильм, очень прикольный. Но когда я видела Элли, что-то внутри него перевернулось. Пойдешь со мной на свидание? Нет. Посмотрели. Хорошо, хорошо, я пойду. Не надо делать мне одолжение. Нет, я хочу этого. Я хочу пойти с тобой на свидание. Ладно, ладно, я согласен. Короче, полуночное солнце еще прикольнее. Да, полюбини. Потанцуем? Конечно. Ну, такой, да, старый фильм. Века Долинская. Прикольный. А чем ты занимаешься, Ной? Я работаю на лесопилке. Сколько зарабатываешь? 40 центов в час. Завтра один. И дорогой Джон еще прикольный. Это должно прекратиться. Ной, он хороший молодой человек, но он тебе не пара. Весь мир это очередной. Волкер, я вас прошу. Ну, типа это такое, не знаю. Просто девочка, которая, это как Милена в свое время, когда она меня гасила и за воротами говорила мне, что если я так не буду делать, то меня выгонят спрей. Я еще любовника, я за тебя рада. Фильм Восточный ветер. Кто смотрел? После еще классно. Смотрели после первую, вторую часть? Вот еще какой-то я нашла. Синди. Что-то, мне кажется, прикольное должно быть с этой актрисой. Короче, у меня настроение непонятно. Ты не права, посмотри, у меня память. Обязательно. Вот это сказали, я сейчас залипну, что посмотреть. Боже, я раньше на турецких сериалах с него. Проект Дом 2. Мне Виталика еще не хватало на Доме 2, девчонки. Хорошо. А что он вообще, дом ваш закрылся? Почему не закрылся? А нет, я слышала, что они старичков никого не берут. Мне кажется, покажи любимку. Какую любимку? Короче, я хочу что-то выбрать, я не знаю что. У вас есть такое, что вы так залипетнете и можете час выбирать. А в конце концов, вы ничего не выбираете. Ой, сегодня стрелок от червей видели? Какая красотка. Валит вообще в Москве не по-детски. Гасит всех и похер по головам. Идет себе подруга. Нормально. Дневник памяти. О, тихая гавань еще прикольная. Аля, мы с тобой заодно, это крутой фильм. Я его не возьму там до 25 лет. Ой, господи. Знаете, есть люди такие, которым вообще-то не до этого. Которые себе зарабатывают деньги и радуются жизни. А есть такие, как Лена. Что-то пытаются, мечтают, в облаках летают, на кастинги ходят, видео снимают, что-то рассказывают. О, в ее глазах. А ну-ка, подожди. Каждый день засыпают мыслями, что дай боже, я пройду. Снусь когда-то популярно. Ого, что они так в жизни делают? В ее глазах. Ой, мне не нравятся, они симпатичные актеры. О, это подружание. А много тут это? Ты уже пересмотрел в ее глазах сериал? Прикольное что-то. Так, у меня уже там, наверное, подходит рыбка. Видите, как вы уже знаете. Что когда и как? Что там моя рыбка? Ух, не залила. Так, я ее сейчас переверну. Мою рыбашечку. Я уже, знаете, у меня прямой эфир вечерний готов. У меня уже, я возвращаюсь в свою эту. Помните, как раньше, кто на меня давно подписан, помнит, как я раньше постоянно выходила в эфир в это время и готовила, а вы все смотрели. Я с вами общалась. Короче, сегодня поняла, что я как-то, рыба сгорела. Не, Лен, почему глаза грустные стали, ты какая-то напряженная. Да, глаза от линз. Все нормально. Традиционная вещь для этих весов. Раньше в таких домах... Очень сильно. Во-первых, я в линзах. У меня глаза отрывают. Я в линзах пошла в баню. Слава, мы этого не забыла делать. Ну, в принципе, на самом деле, сегодня очень тепло. Устала, потому что я очень много плывёшь. Живёшь и плывёшь. Живёшь и плывёшь. Пока. Я, короче, этот. Мне можно идти спокойно работать с ней. Знаете, кем... Там, где когда есть няня, и типа помощница, и уборница, и идеальная мать. И, короче, я просто... Сколько бы я ни пыталась быть сучкой, как все мои подружины, наихуя у меня в этой жизни они выходят. Все равно я стою домашней хозяйственной девочкой. Так, тогда сериал отыграть... Убрала дерьмище. Когда сериал отыграть назад с Николь Кидман, тоже новый, классный. Ее глаза хорошие, там везде мало серий. Раньше классно было, готовила отыграть. Где дерьменка? Кто такая дерьменка? Вы же тут, это, агентуете себя, короче, не к теме. Сама с собой горжусь. Так приятно, когда вы пишете, что я очень простая, искренняя, хорошая. Я же Дипан. Типа, девочка. Такое, что я в последнее время понимаю, что мои искренние пользуются. Все. Надо быть жизнью, типа, очень жестче, жестче. И не думать о каждом слове, скажем вам. Не позволять себя оскорблять. Не позволять себя унижать. Думать только о себе. Думать о своем будущем. Я постоянно думаю о всех, но не о себе. Меня это, конечно, очень убирает. С Рапуцелем дружишь. С Аленой как-то переписывалась. Не помню, я какой-то был депрессия. Мама ее передавала привет. И она мне... Что там наготовила? Ну что ты хорошо так-то отдавила на лбу? Это я замазала. Да это я, блин, взяла. Поняли, вот так вот. И пошла по всему лицу. Ты хорошая, не слушая никого. Да я не за то. Я просто последняя сегодня на юге была. Я как-то, ну, как-то так не знаю. Не знаю, как вам объяснить, дорогие. Я просто не знаю. Знаете, как будто мне живешь на своей жизни. Ну, типа, как будто тебе хочется чего-то другого, но ты не понимаешь, чего тебе хочется. И типа, не знаю, просто когда я где-то возле моря или в каком-то путешествии, или в каком-то... Мне как-то хорошо. Я просто, наверное, человек уже такой, я поняла, что... Ну, я домашняя, мне нравится это все, но это, наверное, к этому всему готовки, уплашки, стиралки, там, спокойствие, нужно прийти, ну, со временем. А, ну, я как-то так, 116-13 лет всегда постоянно себе это говорила, было, убивала. Такое. Не знаю, просто очень сильно сегодня у меня такой день эмоциональный, потому что я понимаю, что я хочу идти дальше, зарабатывать, отслаживать и просто наслаждаться жизнью. Как вы говорите мне, пишите содержанка, я уже так устала от этого, знаете, мне кажется, что я никогда в жизни не отмоюсь. Даже если я буду работать где-то на работе, вы все равно будете писать мне содержанка. Ну, жизнь такая. Что через цинковую мазь раз уберет, проси. Ай, привет. Да. Нож поможет. Не ведись на слухи, не слушай, что говорят, делай, что хочешь, все получится. Ну, возможно. Я думаю, что он не знает, понимает меня. Ну, а пока что, да, пока что мне и тяжело. Почему я пускаю до чем-то заняться? Я смотрю работа, Кастин, я не знаю. Я пусть тоже все в жизни перепробовала. Ну, меня так бесит, что я не могу себя найти, кем я хочу стать, что делать. Я не могу вот это сидеть дома без дела. Я не знаю, как телки сидят, он так вот нихуя не делает. Меня просто тупо кроет. Меня кроет все. У меня кроет четыре стены, меня кроет бытовуха, хаб. Ну, короче, я вам не знаю, как это объяснить. Это просто... Я кроет то, что я не могу нормально в прямом эфире, типа, как-то... Ну, блядь, я просто очень открыто. Я ему это не могу понять. Просто и мне... Ну, понятно, тоже контент мне уже не интересен. И такая жизнь, типа... Хоть я и разбавляюсь, все равно мне как-то... Если бы ты... Подучись на права. Да я вот собираюсь, я же с глазами... Ради ребенка. Обязательно. Наслаждаешь, что я имею в виду, я всегда придет. Да я наслаждаюсь. И на самом деле Виталик очень благодарный, потому что он попался ко мне в тот момент. Мы познакомились тогда. Когда я была на грани вообще, очень в таком состоянии. Без квартиры, без эмоциональным, ну, ужасным. И понятно, что я сейчас наслаждаюсь вот то, что я действительно не очень поменялась. Ну, у меня есть, типа, такое. Просто есть какие-то свои эмоциональные моменты, которые, когда ты держишь в себе, но тебе потом плохо. Когда ты их выпускаешь, то люди тебя не понимают. Я уже думала, я как-то в спорте. Ну, дурацкая привычка руками лезть в это. Руками лезть в... Все, сейчас будет уже огонь. Я просто щипы рыбар Елене Баранова. Это мне просто... Это не трог, это утилизатор мусора. А еще в последнее время забываю все солить. Смотри. Пластиковые бутылки. Снег. А еще у меня появляется желание готовить, девчата. Это все. Старость. Ладно, что-то старость. А зелень помыть. А я ее помыла. Так что не надо. Так, ну, видите, все попадало. Так. Ну, все. Рыбка приготовляет. Еще отправляем чуть-чуть до кухни. И рис. Все. Осталась красивая подача. Мое любимое дело. Ой, три метра над уровнем неба. Девчата, мне кажется, все смотрели этот. Так, ну, все. А что я буду выходить? Что-то будет о комедии. И кушать. Я, конечно, не пообещала. Такое. Все. Давайте я вам покажу. Покажу. Рыбку. Ммм. 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 Сейчас. Пахнет так как девочки. А как она-то пахнет? Ммм. все-все-все-все-все рисик уже будет бомба я уже добавила шо не наблюдается адекватные подписчики хотя вас по чуть-чуть адекватная поэтому все все до рада а почему только одна потому что все так мы так и не выбрали шо буду смотреть так я не заскринила эту фирму ну шо ж такое короче я так и не нашла шо посмотреть так я не выбрала стать включить стать сандреля река памяти очень классный деревня дураков так подождите темные воды меня ввели короче я ничего не выбрала а ну-ка давайте может вы как раз по уму тебе мне так нравится этот алис кто-то наверно меня знает короче когда без картинки я уже это ну и он очень умный просто я играю по дуру поверьте ну понятно чем прикол гасит если ну типа агрессию в ответе вы знаете запомните раз и на все скандал скандал русский трейлер короче я не знаю что посмотреть посмотрю синди что-то милое жалкие тех кто пишет не такая глупая фирма жалкие ну это поверьте это такие люди это нормальное явление ну я уже не обращаю все всем пока всех люблю будьте больше позитивные слушайте аффирмацию молитву у нас умер готовьте и любите себя я буду лечить свои прыжки я буду лечить свои прыжки